Священная война! Я, Артем Снеговенко, награжду медалью по своему свободу, в вашем степени и раду. Знамённая группа выносит точную копию знамени Победы и государственный флаг Российской Федерации. Генеральная репетиция Парада Победы начинается. На проспекте Нахимова выстроились боевые расчёты. 7 мая у почти двух тысяч участников яркого торжества последняя возможность отточить совместные действия. Финальная тренировка – это не менее ответственное событие, чем шествие в День Победы. Военнослужащие чётко идут по сценарию праздничного парада. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ визит-обирал! В основном, я вас всеми государственные решения победы в великой Отечественной войне! Ура! После приветствия флотского командования колонны идут торжественным маршем вдоль праздничных трибун. 9 мая отчеканенный шаг и отменную выправку представителей нынешней опоры России оценят первые лица города, ветераны Великой Отечественной войны, простые зрители. Для этого военнослужащие отрабатывают каждое движение до безупречного автоматизма. Праздничную колонну открывает группа барабанщиков. За ними – знамённая группа и рота почётного караула. Далее военнослужащие разных родов войск, в том числе женский отряд и сотрудники силовых ведомств МЧС, МВД, Росгвардии. Рядом с опытными бойцами – будущее армии. Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова и кадеты Президентского. Восемь парадных расчётов составили юнормейцы. Следом за пешей колонной – боевая мощь российской армии. На генеральной репетиции продолжают праздничный парад победы. 64 единицы техники во главе с танком Т-34. Это единственный представитель фронтовой техники на параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В механизированную колонну входят современные образцы – танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82, береговые ракетные комплексы «Балф» и «Бастион», мобильные комплексы разведки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки С-400 «Триумф», зенитный комплекс «Панцирь-С», гаубицы М-100Б и Д-30, системы залпового огня «Град-М». Впервые в этом году в параде победы участвует бронированная боевая машина медицинского отряда специального назначения «Линза». Она на базе машины «Тайфун-К», бронированная, предназначена для эвакуации раненых на поле боя. Не боится ничего, не боится подрыва на фугасе. Выдерживает попадание 14,5 мм крупнокалиберного пулемета. Отличная машина. Накануне 9 мая участники провели около десятка тренировок. Командующий парадом победы в Севастополе Игорь Сварковский оценил генеральную репетицию на «хорошо». Когда смотришь им в глаза, прямо гордость испытываешь за то, как они хотят идти. Они очень переживают на замечания, которые получают. С каждым днем идут все лучше и лучше. Совершенству нет предела. Я думаю, 9 числа мы покажем лучшие свои возможности. Маргарита Борисенко, Севинформбюро.